здравствуйте дорогие мипломаны и даже мипломаньяки для разнообразия решил снять распаковку немного в другом формате помимо того что у меня нет оператора приходится вот так вот выкручиваться надеюсь вам понравится а если не понравится так напишите мне любопытен любопытно любая обратная связь любой фидбэк если говорить по-заморски и так что у нас сегодня за распаковка а сегодня у нас будет распаковка 20-летнего издания настольной игры каркасун сначала конечно же снимем пленку но перед этим что у нас здесь коробки вместо обычных 72 тайлов которые находятся в стандартной коробке каркасона как меню в той который у меня была впервые в году так 2014 да там было только 72 тайла тут же у нас аж 104 и указано 72 тайла из основной игры стартовый и 71 дополнительных из которых как я помню 4 это у нас монастыри без дороги 2 это монастыри с одной дорогой плюс помимо этих 72 104 минус 70 у нас еще есть получается 32 дополнительных тайл из которых 17 тайлов это тайлы речки нового формата и еще 15 тайлов специальных для 20-летнего издания да но на мой взгляд здесь чуток нелогично 15 тайлов на 20-летнее издание надо было 20 тайлов добавить по моему так было бы красивее но может быть на одном картоне находится по 15 тайлов может поэтому именно 15 для удобства ну и помимо этого конечно же 40 митлов 40 митлов 5 цветов по 8 на каждый цвет плюс к этим 40 стандартным металл у нас еще пять митлов аббатов аббат у нас появились в одном из переизданий в одном из переизданий по моему как раз на 15-летия это специальный миппл которого можно поставить на монастырь и еще какое-то особое правило куда его можно поставить но он работает либо он стоит монастырь либо свой монастырь создает я точно не помню как аббат работает надо будет почитать разобраться поиграем разберемся может даже видео сниму если не забуду если это кому-то будет интересно кроме того кроме этих 45 мипплов тут еще есть наклички для каждого миппла отдельно так что теперь мипплы заиграют новыми более кастомными говоря современным языком красками вот что мне любопытно так какие здесь цвета потому что в оригинале у нас какие цвета были у нас был ну шестым цветом цветом который появлялся в дополнении был серый как в той версии которая играл так и в версии которая вышла по-моему 2016-2017 годах а вот в первой версии в базовой игре у нас какие цвета были у нас был зеленый жжет зеленый желтый черный красный и синий потом мне кажется а нет это серый 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 поменяли на розовый так в дополнение в дополнение в первую в том издании которым я играл первый раз был серый цвет а уже версии 2016-2017 годов уже у нас появился розовый цвет так вы уже услышали я уже начал сдирать пленку ух ты ох жалко это оказывается наклеена поверх пленки а так не хочется выкидывать это ай-яй-яй печально может быть как-то вот именно этот кусочек мне удастся сохранить сама коробка выглядит солидно даже не подумает что это каркасон потому что это какая-нибудь книжка в стиле средневековый приятная на ощупь очень очень приятно еще мне вот это нравится несколько тайлов соединенных вместе так приподнимаем пахнет отлично интересно объяснение правил на бумаге сделанной под старинную напоминает газет старые-старые уже газета но бумага выше того качества чем у газета потому что у газет была схожая по качеству бумага как и у гигиенической бумаги ну или туалетной если вам его проще так называть да ничего необычного здесь стандартные и это у нас дополнительно правило с фермерами и с дополнениями фермеры речка аббат вот чем дело аббатов можно помимо монастырей можно еще ставить на тайлы с садом не путать с виноградниками из дополнения холмы и овцы можно поставить и на сад и он работает также как и он будет работать также как монастырь то есть он превращает этот сад своеобразный псевдомонастырь вот чем разница дополнительные правила вот наклеечки двухсторонний можно приклеить и спереди и сад ой но они такие маленькие надо будет найти какого-нибудь человека который за меня все это наклеит выглядят они очень красочно а дайте догадаюсь уже судя по этим скорее всего у нас будет фиолетовый цвет фиолетовый цвет один кстати из моих любимых самый любимый после зеленого так ну и да как я и предполагал в каждом таком сети по 15 так это тайлы у нас из базовой версии игры из 15-летней версии нет это из базовой версии но на некоторых есть обозначение вот такой вот что это у нас флажок на котором написано 20 видно можно поставить паузу и посмотреть так а вот видите тут на домике флажочек и на нем можно разглядеть цифру 20 так давайте посмотрим как легко выдавливается выдавливается невероятно легко невероятно легко выдавливается но в то же время и держится что представляет собой идеальный баланс так мне интересно на речку посмотреть вот такая вот штучка которая у нас держит вы уже сразу можете заметить стартовый там не вот интересно тайлы реки они выделены отдельно как стартовый этап они выделены отдельно как стартовый этап можно заметить сколько тут у нас тут их у нас 12 значит где-то должно быть еще пять штук посмотрите когда же приятно они выглядят даже в будучи еще на доске правда конечно меня немножко беспокоит то что у нас дорога выходит в чистое поле это чуток неприятно так давайте посмотрим как же тут выглядит а тут тоже достаточно красочно да интересно будет посмотреть какие речки какую речку нам удастся собрать нашей первой игре все очень весьма красочно а так приятно их трогать но они немножко глянцевые так что я не знаю насчет долговечности надеюсь что продержится также долго как и вы каркасон которому уже 8 лет ухты у нас таблица для подсчета очков смотрите какая красиво да конечно тут есть небольшой дефектик но не сказать чтобы это критично причем видно что он фабричный потому что чувствуется что это было давно вот здесь даже есть небольшая отсылочка к речке дополнению мне нравится то что сохранили переходы стандартные с 0 на 1 48 на 49 поэтому я не могу понять людей которые используют блокнот для подсчета вы жестоко столько очков теряете поэтому я подсчитываю так чтобы у каждого получалось как можно больше вот таких дополнительных переходов всегда начинают с дорог дороги потом города потом монастыри потом крестьяне и потом уже постепенно разные элементы из дополнений разные элементы из дополнений которые имеют дополнительную возможность подсчета очков выглядит очень красиво давайте посмотрим какие у нас цвета был или я прав с фиолетовым цветом нет не был тут у нас абсолютно стандартная пятерка давайте достанем это кстати коробка немножко по-другому организован не сказать что это крутой органайзер но это большой шаг вперед по сравнению с тем что у нас в базовой версии игры где просто вот такое вот местечко такой объем для тайлов и еще один такой большой объем для миплов а тут у нас так разделено все это красиво напоминает даже немного big box где там включен такой серьезный органайзер сейчас будет немножко неприятный звук да мне самому сам ощущение у нас тут есть цвета давайте достанем все стандартные цвета как вас держать желтый и отеленый напоследок синий черный и красный ну и конечно же мой любимый цвет зеленый ну и давайте посмотрим как у нас собственно выглядит аббат вот так вот у нас вот обычный мипу так выглядит аббат очень стилистики каркасона такая фигурка пиктограмма 3d пиктограмма по которой вы сразу догадываетесь что он как-то взаимосвязан с средневековой церковь так распаковали тайл посмотрели мипов посмотрели даже про аббатов узнали еще остается я даже не знаю поставить все обратно в коробку и закрыть ну и на этом закончим благодарю вас благодарю вас за внимание всего хорошего